привет друзья с вами владимир шемет я приехал в шарм-эль-шейх для того чтобы отдохнуть со своей семьей в этом прекрасном месте сейчас на часах 8 часов утра мы только приехали в отель и сейчас мы будем заселяться наш номер давайте посмотрим как это будет выглядеть вот он друзья холл ресепшен а заходим в сам отель и нужно подойти к стоечке регистрации там получить анкету для заполнения вот моя супруга как раз ее уже и заполняет значит что пишем фамилию и имя украина город серия номер паспорта и контактные данные после этого идем на ресепшен и сдаем эту анкету для того чтобы получить ключ от номера но тут скорее всего будет один нюанс добрый день друзья в общем мы сдали свои паспорта на ресепшен мы заполнили регистрационную анкету и у нас взяли один из ваучеров которые выдают туристическом агентстве смотрите все документы все документы кроме вот этого вот туристического ваучера на поселение в отель можно иметь только в электронном виде чтобы были у вас на телефоне а вот именно в отель потребовали вот эту вот бумажку я не могу понять почему вот так ну ладно это не самое критическое то есть это можно распечатать без проблем принципе и это не составляет каких-то сложностей а вот друзья тот ужас который обычно вызывает у туристов когда они приезжают вот так вот очень рано в отель примеру сейчас 8 часов утра это то что в номер туристов как правило селят с 14 00 но иногда в 12 00 бывают случаи что могут заселить раньше обычно такая ситуация что сразу не предоставляют номер у туристов вызывает ужас потому что как так я приехал и я хочу сразу номер так друзья есть правило правило заселения в принципе они в большинстве отелей стандартные что официальный чекин номер это 14 00 и до этого времени заселение в номер это исключительно добрая воля отеля он может предоставлять а может не предоставлять что в этой ситуации можно сделать ну можно первое что попробовать договориться то есть предложить пару баксов чаевых ну там от 5 долларов и зависимость от уровня отеля может быть праздновать уровень чаевых для того чтобы вам предоставили номер либо официально доплатить но доплатить придется за сутки проживания поэтому друзья знаете что ранний вылет то есть прилет с одной стороны добавляет светловой день но с другой стороны друзья это не совсем удобно потому что сразу в номер вы не попадете скорее всего в 99 процентов случаев вы не попадете раньше 12 часов в номер в нашем отеле друзья нам сразу предложили покушать то есть мы оставили вещь на ресепшен и отправились в ресторан для того чтобы мы могли покушать ну а потом во сколько у нас будет заселение нам естественно нужно будет подойти и узнать на ресепшен но с другой стороны друзья не каждый отель предоставляет питание до официального чекина в номер это тоже нужно понимать что во многих отелях питание начинается с того момента когда вам предоставили номер именно в отеле альбатрос акваблю 4 звезды в шарм-эль-шейхе в дом которым мы сейчас находимся все-таки благополучная ситуация с этим и покушать можно даже вот утром позавтракать еще до заселения номер ну естественно конечно же мы пойдем тогда завтракать друзья вот и принципе не надо расстраиваться это самое главное то есть до всю ночь кто-то не спал из туристов не каждый может спать в самолете я лично спал потому что я сплю везде но те туристы которые конечно тяжело переносят такие вот перелеты ночные наверное я бы лучше бы не рекомендовал все-таки выбирать такую полетную программу до с одной стороны она все-таки выгоднее есть у вас грубо говоря если взять стандартный тур на 7 ночей и вот если вы вылетаете рано ночью то у вас добавляется светловой день а если еще и улетаете шарм-эль-шейх а поздно вечером то у вас еще добавляется один светловой день но есть правило заселения то есть заселяемся в 14 00 выселяемся в 12 00 из номера но мы летим естественно вот пример с украины там у нас холодно друзья принципе скоро уже зима будет то есть зимние вещи и тому подобное значит берете просто как бы ищите укромное место и переодеваетесь друзья переодеваетесь идете на шезлонги зонтики примеру возле бассейна только не забывайте пользоваться сразу кремом от загара вы прилетели сюда тут у нас тут шарм-эль-шейхи все-таки очень жаркая солнечная погода и естественно если вы не будете пользоваться кремом от загара то это может отрицательно сказаться на вашем отдыхе вот он друзья ресторан сейчас мы идем завтракать скорее всего именно сейчас я обзор питания в нем делать не буду потому что принципе ну как бы все-таки нелегко это после ночного перелета все это записывать для вас но естественно дальше в будущих своих видео я вам покажу обзоры питания обзор завтрака обеда ужина территорию плюсы и минусы отеля альбатрос акваблю 4 звезды естественно это мы все сравним с отелем альбатрос аквапарк 5 звезд шарм-эль-шейх который собственно говоря имеет почти общую территорию с данным отелем в общем друзья будет очень много полезного видео для того чтобы вы правильно ориентировались в этом отеле ну или не только отели и полностью в отдыхе шарм-эль-шейхе в сезоне 2020 2021 в условиях карантина пандемии и тому подобное